Продолжаем наше занятие. Мы рассмотрели первую практику. Сегодня у нас практика номер два. Вы, наверное, слышали, конечно, про энергию кундалини. Слышали про то, что этой практикой занимаются очень многие люди в разных частях нашей планеты. Она очень популярна. Кундалини – это энергия, которая идет по позвоночному столбу. Существует очень много очень сложных и таких сильных техник, которые этим занимаются. И они довольно энергозатратны. То есть надо много усилий приложить. Я хочу вам показать очень простую практику, которая очень эффективна и которая много уже использовалась в наших группах. Вначале, что такое вообще энергия кундалини? Для чего ее тревожить? У нас есть позвоночник, по позвоночнику идет энергия. В йоге считается, что есть ида и пингала, два канала, которые перекрещиваются в каждой чакре, которые дают определенные качества дополнительно к этой центральной энергии. Если вы смотрели ролик «Аватар», как я предлагал вам, то вы понимаете, что чакры должны функционировать хорошо для того, чтобы энергетика наша постоянно усиливалась. И вот подъем энергии кундалини, вот этот подъем энергии, он как раз помогает приобрести то, что называется тонусом. То есть энергия и силы. Вот человек, например, находится в бессиленном состоянии, устал, плохо, ему нехорошо, нет энергии, то есть она исчезла. И вот для того, чтобы эту энергию остановить, чтобы ее получить, мы можем с помощью определенных практик это сделать. Есть много разных техник. Они очень разные, физически, ментальные, медитативные. В конце концов, можно просто заняться любимым делом или, как я предлагал, помыть посуду, помыть комнату и так далее. Вот, но в плане дыхательной техники, вот есть такая простая техника, которая делается следующим образом. Эта энергия соединяет методику цигун, китайскую, с методикой йоги. Почему цигун? Потому что есть движение руками. Значит, делается следующим образом. У нас есть ладони, мы направляем ладони на первую чакру, то есть это копчик, прикрываем глаза и делаем медленный вдох, как бы накапливая энергию в первой чакре. Первая чакра красный цвет, называется молотхара на санскрите. Вдох, и мы направили энергию от ладони на первую чакру, закрыли глаза и визуализировали ее. Ну, давайте вместе сделаем вдох, закрываем глаза и почувствуем на выдохе, как у нас идет активация первой чакры. Визуализируем красный цвет и такое энергетическое тепло внизу. Потом еще раз на вдохе мы поднимаем энергию вверх, ладони разворачиваются сюда, и мы поднимаем ладонями эту энергию с первой чакры вверх. И мы чувствуем, как по позвоночнику внутри начинает течь такой поток поднимающийся. Он поднимается не только до груди, но и поднимается выше до седьмой чакры и даже выше. Ладони доходят до плеч примерно, но энергия поднимается выше. На вдохе вдох, глаза прикрыты, голову чуть назад, и энергия пошла высоко вверх. Задержались. Очень важный момент это задержка дыхания. В этот момент идет фиксация всей энергии. То есть вдох, задержка дыхания. Тут можно блаженно улыбнуться, почувствовать, что вы реально вкусили нектар, то есть такую классную энергию свободы и тепла. Наполнились ей руки, направленные вверх. И потом мягко после фиксации энергии разворачиваем руки вниз. И мы опускаем вместе с руками, опускаем энергию вниз, выдох. И доводим ее до копчика, до первой чакры и даже ниже в центре земли. И повторяем еще раз это. Медленный вдох. Руки движутся вдоль тела, медленно поднимаясь. Все выше и выше. Плечи уходят чуть назад, да, локти. Кстати, это для сутулости тоже, для исправления очень неплохо. Глаза закрываются, голову можно чуть-чуть запрокинуть назад. И мысленной энергией продолжаем вверх. Зафиксировали в самой верхней точке нашего мыши. И потом с высшего Я на выдохе, как бы такой поток энергии, можно как кипяток даже ощущать, да, как волны такие энергии сильно. Они идут через седьмую чакру, через весь позвоночник и выдох вниз. И повторяем еще раз медленный вдох. Фиксация. Фиксация может быть сколь угодно долго. Потом выдох. Что касается длительности выполнения упражнения, ну, это, в общем-то, по вашему самочувствию. Это очень просто, да, достаточно буквально 3-5 раз так сделать. Ну, вы можете попробовать, например, на 2 минуты, вот, потестировать свое самочувствие. То есть, когда, например, вы волнуетесь, или когда что-то еще происходит, или просто когда вы хотите погрузиться внутрь себя, вы делаете эту практику. Значит, в чем смысл еще? У каждого из нас есть, в принципе, все ответы на вопросы, которые нам нужны. То есть, если мы задаем какой-то вопрос, то, как правило, мы должны уже понимать, как бы, какой ответ. Но у нас заблокировано сознание. Прежде всего, шестая чакра, да, то есть блокировка. Нам надо, чтобы кто-то это сказал, да, чтобы, вот, чтобы я вам дал практику. Вы же знаете все эти практики сами, но зачем-то вам нужно преподавать, на который должен обязательно их рассказать. Это потому, что закрытая шестая чакра. Вот. Если вы будете делать эту практику, то вы постепенно начнете шестую чакру активировать, и вам будет приходить внутреннее ощущение того, что вы знаете это все. А потом это внутреннее ощущение будет проявлено, да, то есть вы и действительно будете знать. То есть, таким образом, кстати, процесс обучения может ускоряться очень сильно. И процесс понимания, ну, это отдельная тема, как вообще и с детьми можно работать, и со взрослыми в плане обучения. Вот. Вам хорошие практики. Назовем эту практику техника номер два. И попробуйте тоже ее на себе. Вперед! Продолжение следует...